Строящийся многопрофильный медицинский центр на юго-западе Бреста объект значимый как для динамично растущего заречного микрорайона его жителей, так и для города в целом. Здесь откроются взрослые детские поликлиники на 500 и 600 посещений в смену соответственно, а также женская консультация на 190 посещений в смену. По графику сдача медицинского центра была запланирована на конец 2022 года. Однако к генеральному застройщику обратилось руководство области с поручением о досрочном завершении строительно-монтажных работ до конца текущего года. Об этом еще в апреле заявил лично председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко в ходе республиканского субботника, который проходил на территории объекта. Сегодня мы сопределились с генеральным застройщиком области строй, которые эти работы мы сдадим уже к концу этого года. Тем самым мы удешевим сегодня стройку, а деньги сэкономлены, отправим частично на детскую больницу, на другие объекты здравоохранения. От генерального подрядчика предприятия Брест области строй на объекте задействовано 9 организаций. Четыре из них выполняют общестроительные работы, по две выделены на сантехнические и электромонтажные, и одна занимается отделкой. Мы выполняем уже работы с прошлого года. Начали штукатурные работы, затем заливку стяжек, приступили к венфасадам на женской консультации. Ну и так постепенно, там облицовочные работы, малярные работы, работы просто из топового, венпована, с плитки. И сегодня мы уже, допустим, в принципе, венфасады подходят к концу, то, что сделали снаружи. Значит, мы уже сегодня, в принципе, заканчиваем в августе месяце облицовочные работы, работы пополам, в основном, закончим облицовочным, облицовочным полам, имеется в виду. Остаются работы малярные, в основном, и работы по строительству полок из неполана. Это вот напольное покрытие, помещение. Общий бюджет проекта составил 51 миллион белорусских рублей, причем в строительстве используются материалы и комплектующие отечественных производителей. В зданиях присутствуют элементы безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями. Например, грузовые и грузопассажирские лифты, подъемник женской консультации и специальная тактильная плитка или накладные элементы. Строительно-монтажные работы женской консультации фактически закончены на 95%. Остальные два здания строительная готовность составляет около 70%. Остались в основном отделочные работы, чистовая, сантехника и электрика. До декабря строительно-монтажные работы планируется завершить. Затем заказчик Брестский УКС начнет закупку медицинского оборудования. На стадии проектирования находится система «Умная поликлиника», которая повысит уровень качества обслуживания. На данный момент все строительные и отделочные работы ведутся в плановом режиме. И все говорит об успешной сдаче строительства в срок. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.